Сегодня, когда ситуация, мягко говоря, накаляется в нашем обществе, и все это подведено к определенной дате, как вы все уже слышали, 30 мая, когда оппозиционные силы призывают выйти население на митинг, выразить свое мнение. В свою очередь сторонники власти призывают ни в коем случае не выходить на митинг. И такие полярные мнения в обществе иногда разогревают очень негативный такой фон в нашем обществе. Все это вызывает, конечно, обеспокоенность, тревогу. Если к этому еще подвязать внешнеполитическую обстановку, то становится вдвойне беспокоенно. Все это еще удивляет, честно говоря, то, что все это происходит при очевиднейших способах избежать всех этих осложнений. Есть очевидные пути выхода из этих ситуаций. Хотелось бы сказать, что на протяжении трех лет работы внешней администрации неоднократно были попытки диалога. В большей части, конечно, это все заканчивалось ничем, видимо, потому что никто слушать не собирался. Показучные диалоги комиссии, бесконечная болтовня, как правило, ни к чему не приводили. Неспособность друг друга услышать и начать говорить приводит к митингам. В нашей прошлой истории, в плане, все боятся этих слов, но от того, что мы их не скажем, не значит, что их не было. Череды переворотов отличились все стороны. Последняя администрация действующая тоже, как говорится, не выком шита. Поэтому, в первую очередь, обращаюсь к ней. Такая защита своей власти, именно власти, а не только мнение. Если бы это была бы защита мнения, мы бы, наверное, полемизировали на каких-то экспертных площадках, каких-то заседали бы в общественной палате, в парламенте, обсуждали бы наши разные точки зрения. Вся полнота власти сегодня у президента. Вся полнота ответственности сегодня у президента. «Имеющий уши да услышит». За три года накопившихся в ВОЗ претензий, сегодня вполне решаем с помощью одного основного требования. Да, отставки правительства. Но не буду сейчас повторяться, или буду, наверное, лучше повториться. Все, что происходит, шикарда с тарифами по энергетике, полнота последствий, которых нами еще просто по времени не успело ощутиться. И воздействие на нашу, и без того, не самую здоровую экономику. Вся полнота неправильных управленческих решений. Вся наша нерешение некоторых проблем в некоторых отраслях. Они просто пущены на самотек. Мы занимаемся только туризмом, только инвестицией. Но люди же это говорят не просто так. Но постарайтесь же вы их услышат. На мой взгляд, есть очевидные пути решения сегодняшнего конфликта, который еще не зашел слишком далеко. Во-первых, учитывая всю возложенную ответственность, обязательства, права и так далее, влежащие на президенте, естественно, его инициатива, если он услышит требования оппозиционных сил об отставке правительства, которое родилось, в свою очередь, тоже не на пустом месте, в результате накопления трехлетних претензий и проблем, отставка правительства в данном случае, я считаю, не является какой-то трагедией. И вообще-то это неоднократно было в нашей истории, будет таким довольно значимым шагом навстречу к какому-то согласию. В свою очередь, оппозиционные силы, я уверен, увидят, оценят, прислушаются. Возможно, даже встанет вопрос об отмене митинга 30 мая, если спрогнозировать возможные потом последствия, что обе стороны сядут в каком-то коалиционном, консультативном, экспертном поле, обсудить дальнейшие действия. Можно правительство сформировать уже с учетом интересов и оппозиции, потому что оппозицию представляет 35%, если я не ошибаюсь, электората, который выразил свое мнение на последних президентских выборах. То есть уважать надо мнение каждого третьего голосовавшего. Это мнение третьей Абхазии. Поэтому просто игнорировать ее мнение ввиду их политической ангажированности, это как минимум недальновидно, а чаще все и вредно. Отцу ей открываются уже тогда перспективы вообще, может, еще большего процесса какого-то успокоительного, примирительного, что ли. Если мы здесь сегодня найдем общие точки соприкосновения, гораздо проще будет решать вопросы внешних угроз, которые вытекают, соответственно, из внутренних наших политических проблем. Я призываю всех услышать друг друга, рассуждать не эмоциями, а исключительно головой, логически, потому что только вместе мы способны решить все наши проблемы. Продолжение следует...